друзья всем привет и вот сбылась моя мечта на автомобиль на свою ладу весточку я приобрел вот такой вот видеорегистратор от компании navitel r300 gps мне понравились его характеристики я решил себе такой приобрести выбирал долго заказывал разные модели смотрел выбирал и решил все таки что с таким прибором дешевить точно не нужно потому что все приборы в районе до 100 рублей белорусских совсем совсем хлюпкие какие-то у каждого какие-то были свои нюансы и мне это не понравилось вот решил как говорится отжалеть и приобрел себе вот такой вот прибор чем не он понравился он не понравился тем что у него есть еще также gps качество съемки full hd обзор хорошие 140 градусов что немаловажно при обзоре на дороге ночная съемка говорят неплохая но это мы с вами проверим и что еще интересно принципе качество качество сборки говорят и отзывок ребята пишут достаточно хорошая что для нас как говорится и нужно поэтому сейчас откроем посмотрим на этот данный девайс и так друзья открыли мы с вами упаковку благополучно посмотрим что нас ждет с вами внутри так внутри у нас с вами встречает сам прибор этот данный девайс так что у нас здесь интересного ну он достаточно такой по пластику приятно сделан неплохо кнопка включения место для подзарядки функциональные клавиши микрофон место для флешки такой вот девайс мы встречаем с вами далее что у нас внутри будет здесь у нас с вами ребят присоска на стекло подзарядка для нашей видеорегистратором кстати сделан неплохо добротно хорошо фирменный логотип от компании navitel у нас с вами здесь про достаточно качественно сделан неплохо далее что у нас внутри коробки все в коробке нас больше с вами ничего нет здесь у нас с вами что руководство эксплуатации сама инструкция и уникальный кстати ребят здесь идет ключ для тех кто купил данный девайс есть возможность бесплатно на протяжении года получать карту до которая у нас были с вами распространяться на страны снг беларусь которые позволят вам прокладывать маршруты и кататься то есть ключ у нас здесь внутри уже есть навигатором итак ребят я думаю комплектацию мы с вами рассмотрели флешку да мы будем с вами ставить вот эту микро на 32 гигабайта по отзывам ребята пишут в принципе достаточно иногда и 64 ставят поэтому не проблема вообще разрешено до 64 гигов итак ребят я думаю переместимся с вами автомобиль посмотрим что у нас получилось и говорится в живую на месте переместились мы с вами в автомобиль пришел вам показать заснять первое включение наше с вами девайса который мы сегодня с вами распаковали и будем ставить ему автомобиль поэтому давайте с вами попробуем это сделать здесь у нас с вами есть то место куда нам нужно будет ставить видеорегистратор в автомобиле да снимем раскрутим кстати про достаточно длинных по моим ощущениям давайте посмотрим сколько у нас где-то в районе 4 метра мне кажется будет три с половиной четыре метра будет у него провод это достаточно много ребятам скажу что мы делаем с вами включаем сам видеорегистратор проверяем интересно даже включится он не включится делаю его с вами это первый раз ребят вставляем и проверяем прибор включили для этом нужно будет повернуть еще и зажигание вот первое положение мы с вами включили ребят да видеорегистратор у нас с вами загорелся красный индикатор и синий я в инструкции прочитал красный это сеть у нас а синий то что видеорегистратор начинает съемку поэтому скорее всего у нас уже с вами видеорегистратор ребята снимает но это мы с вами потом проверим вот такие вот дела ребят регистратор рабочий будем дальше продолжать его устанавливать пленочку да и вот мы с вами видим действительно видеорегистратор у нас с вами уже производит съемку обратите внимание здесь у нас мы должны сейчас настроить дату дальше вообще производитель рекомендует его сразу при включении да когда мы сами ставили с вами флеш карту ее нужно отформатировать поэтому как раз таки займемся сейчас этими вот с вами вопросами видите как снимают она у нас в автомобиле так ребят продолжим и так друзья вот таким вот образом я закрепил видеорегистратор своей ладе вести ставил все прикуриватель но пока вот таким колхозом повисит а то видно будет думаю может и спрячу положу как-то удобнее более этот провод сниму видео покажу как снимают регистратор днем ночью и посмотрим с вами на результат тем до встречи а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, покатался я с камерой пару дней, чтобы у меня какое-то впечатление о ней сложилось. В принципе, что я вам расскажу, вот покажу, да, допустим, машинка у нас, допустим, заведена, включаем видеорегистратор вот сюда в подзарядочку, прикуриватель, да, вот он нас, видите, не горит. Вот, машина у нас сейчас заведена с автозапуска. Продолжение следует... Продолжение следует... GPS-модуль, да, который позволяет как раз-таки вот эти все моменты отслеживать. Продолжение следует... Продолжение следует... Индикация у него красная, это сеть, синие, то, что идет запись. По движению, по ходу, вам покажу, как он, в принципе, срабатывает по дороге, да, это мне несложно показать. Преимущество, как бы, в чем, ну, в любом случае, там, вы можете просто ехать за рулем, да, заговорились, вас отвлекли, и тут пилик-пилик, извините, нужно сбросить скорость. Очень приятно в этом плане срабатывает. То есть, есть, конечно, звук у него, кому приятный, кому нет, в принципе, не раздражает. Тоже на видео сниму, сейчас покажу, как это происходит в момент движения. Так, ребята, вот когда приобрел его, да, первый раз включил в сеть прикуриватель, не мог понять, в чем проблема. Подумал, брак какой-то. Включаешь и запрашивает настройку даты, времени, года. Постоянно нужно нажимать, там, кнопку ОК, по-моему, три или четыре раза. Я начал напрягаться, думаю, что случилось. А потом понял, что он идет в глубокой разрядке, то есть, ему, как бы, нет подпитки никакой, он, как бы, автоматически просит ввести эти показатели. Вот, поездил пару дней, как раз-таки, вот эта проблема ушла. Поэтому не пугайтесь, если вдруг кто-то поставил себе этот видеорегистратор. Кстати, ребят, мне вот понравилось, что во время движения, да, настройку здесь можно такую поставить, когда ты едешь, у тебя горит черный фон и показывает скорость, с которой ты едешь через GPS-спутник. И преимущество в чем, как бы, на черном фоне, когда ты едешь, тебе не слепит вот этот вот навигатор, то есть, тебе не выбивает в лицо вот этот кусочек. Так, друзья, видите, мы сейчас подъезжаем к камере, она нам показывает о том, что... Вот, регистратор говорит, что вот 240 метров, да, до камеры. То есть, очень удобно и режим интервал с каким-то ехать. Ну, я посмотрел, получается, вот я сейчас еду, грубо говоря, 65. То есть, вот буквально на километр, на полтора идет задержка со спутником. Ну, вот, ребят, у меня скорость, получается, сейчас буду держать 40 ровно я еду. Вот ровно 40 еду. То есть, у меня показывает 38-39 скорость. Но, говорят, что из-за плохих метеоусловий, как раз-таки спутник может и немножко обманываться. Едем, да, в зону знака 60 входим. Все у нас дублируется на видеорегистраторе, показывается. И, видите, значок у нас сейчас сгорит железнодорожный переезд. То есть, спутники достаточно точно показывают все это расположение. Вот 40, да, показывают. И у нас 40, в принципе, на приборке. А вот железнодорожный переезд. Вот такой вот тяжелый. Так что, вот, еще раз. 41-40. И здесь 41. 42.